Партнер программы Десцентр Гарант. Телефон в Орске 32-20-12. Здравствуйте, меня зовут Мария Ноздрачева. Вы смотрите новости. Сегодняшний день оказался очень насыщенным на важные и интересные события. О каждом из них подробно расскажем прямо сейчас. В Орске прошла традиционная ежегодная акция «Вальс Победы». О том, как это было, смотрите в этом выпуске. В Орске в школе номер 37 прошло открытие мемориала. Все подробности узнаете прямо сейчас. В городском выставочном зале открылась новая экспозиция, посвященная весенним праздникам. Подробности увидите в этом выпуске. Весь Орск замер в преддверии самого красивого и трогательного зрелища, которое пробирает до глубины души. Конечно же, речь о «Вальсе Победы», в котором прямо сейчас закружатся тысячи орских школьников и студентов. Смотрите. Весна 45-го года «Вальс Победы» 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 ПЕСНЯ В Орске в школе номер 37 состоялся открытие мемориала. На мероприятии присутствовали первые лица города, предприниматели, педагоги и школьники. Приветственное слово дали Владимиру Носову, руководителю Орского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Это память, это мемориал защитникам, погибшим россиянам за веру и отечество. Очень дорог и насущен. На сегодняшний день в городе Орске всего таких памятников хватит. «Вечный огонь» и мемориал ветеранам-афганцам, погибшим во время событий в Афганистане. Это третий мемориал, который посвящен всем погибшим россиянам, отдавшим свою жизнь за веру и отечество. К созданию мемориала шли больше года, а идея возникла в связи с формированием первого отряда юнормейцев на базе школы номер 37. Когда решили создавать площадку под будущий памятник, к делу подключились абсолютно все – неравнодушные жители, предприниматели, родители и учащиеся, а также выпускники. Кстати, на мемориале изображен орел. И не просто так. На мемориале изображен орел, степной наш орел. Ну а почему выбрали именно орла? Это символ все-таки города Орска, наш город степной. Этот орел на флаге нашего города. Поэтому вот как бы откликом он будет теперь охранять, скажем так, нашу школу и наши традиции. После официальной части для гостей выступили школьники, которые исполнили несколько патриотических песен, а также станцевали вальс победы. Вслед за концертом с памятников торжественной обстановки сняли ткань. В конце мероприятия в небо отпустили белых голубей, как символ свободы и чистоты. А все желающие смогли возложить цветы. Анастасия Тимофеева, Игорь Платонов, служба информации, телерадиокомпания «Евразия». Песни, танцы и стихи – концерт под открытым небом. В этом доме в Оренбурге живут труженики тыла и дети войны. Одна из них – Ираида Николаевна. Ей было всего четыре года, когда началась Великая Отечественная война. То время ей вспоминать непросто. Сыновей жалко, потерей жалко. Так, детей не родившихся жалко. Вот мне лично я плачу за это. Радуюсь тому, что у нас небо светлое, голубое. Спим спокойно, но душа болит все равно. У меня дедушка мой, кавалер полных орденов был, Крестов. Инициаторы концертов – студенты колледжа культуры и искусств, волонтеры и областная филармония. После долгой и ответственной подготовки они радуют всех, у кого не всегда есть возможность добраться до главного концерта 9 мая. Мы посещаем каждые дворы, где живут труженики тыла, дети войны и ветераны. Мы и в прошлом году ездили, поэтому нам понравилось это выступать. И мы любим дарить людям радость, настроение хорошее. Это наша работа. И мы очень счастливы, что мы занимаемся этим делом. В прошлые годы организовать такие акции было сложно из-за ковидных ограничений. В этом же году посмотреть выступление собрался весь двор. Программе, песни военных лет, поэтические строчки и небольшие хореографические композиции. В 20 дворах проведем вот такие праздники. Вчера эта акция стартовала. Вчера у нас было 5 дворов, сегодня 6. Вот позапрошлом году людям было не разрешено выходить и вот так собираться. И была акция «Окна Победы», то есть ветераны смотрели в окно. Торжественные чествования накануне Дня Победы в Оренбурге продолжатся до 8 мая. Ирина Мельник, которая в 2020 году была избрана депутатом Морского горсовета по округу номер 4, написала заявление о сложении полномочий. Таким образом, вакантными стали уже 4 депутатских мандата. И в сентябре на эти вакансии будут избраны новые депутаты. Информацию о том, что Мельник действительно отказывается от статуса депутата, нашему корреспонденту подтвердила Галина Вереницына, председатель совета. Она сообщила, что такое решение депутатам было принято в связи со сменой места жительства. Напомним, на момент избрания Ирина Мельник работала руководителем департамента по связям с общественностью на АНОСе. Но летом 2021 года уволилась с Орского предприятия, устроившись на аналогичную должность на Магнитогорском металлургическом комбинате. С тех пор в заседаниях горсовета она участия не принимала. Ворские сотрудники ГИБДД в районе улицы Кандагачской поймали водителя, который ехал за рулем десятки пьяным. Медицинское освидетельствование показало превышение предельно допустимой нормы содержания алкоголя более чем в 10 раз. В отношении автолюбителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, так как он ранее привлекался за аналогичное правонарушение. Ничему людей жизнь не учит, как говорится. Согласно статистике дорожно-транспортного происшествия, самые резонансные и влекущие наиболее тяжкие последствия происходят с участием водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. И как показывает практика, чаще за рулем такие водители оказываются с наступлением тепла и особенно майских праздников. С начала мая инспекторами ГИБДД и МВД России Орская исключены из участников дорожного движения 37 водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде. На четырех из них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Водители, запомните, садясь за руль, вы несете ответственность за жизнь всех участников движения. Уважаемые водители, садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы подвергаете огромной опасности не только себя, но и своих пассажиров и других участников дорожного движения. Одно неловкое движение может сменить ваш статус водителя на подсудимого. Информацию о нетрезвых водителях, преступлениях и нарушителях ПДД вы всегда можете сообщить дежурную часть ГИБДД по телефонам, которые вы видите на ваших экранах. Жительница Орска Оксана Янцен на Радоницу с кладбища Первомайское уезжала со слезами на глазах. Арчанку, инвалида первой группы с детства, вместе с матерью, не пустили на его территорию. Дело в том, что женщина может передвигаться только при помощи костылей, инвалидной коляски или специально оборудованной машины. В связи с чем Оксана хотела проехать на кладбище на спецавто, чтобы посетить могилы своих родных и близких, но, к сожалению, получила строгий отказ. Перед воротами на кладбище нас не пропустили. Сказали, что приказ директора кладбища не пропускать машины, и в том числе инвалидные. На что я объяснила, что я на костылях, я вообще колясичник, у меня официальный знак, машина оборудована. Сказали еще раз, говорят, это приказ, и просто пожалейте нас, нас оштрафуют, если мы вас пропустим. Со слезами на глазах мы развернулись, уехали домой. Хочу сказать нашим чиновникам, мы тоже люди инвалиды. И как бы я тоже хотела бы в этот день, как и все, как полагается, навестить своих усопших. Оксана Янсен впервые столкнулась с такой проблемой. Женщина уверяет, что в прошлые годы ее пускали на территорию кладбища на своей машине в Радоницу. Мы, в свою очередь, нашли постановление о подтверждении правил работы муниципальных кладбищ города Орска. Документ от 2018 года, который подписал на тот момент глава города Андрей Одинцов, гласит. Дни поминовения усопших, Пасха и так далее. Въезд на территорию кладбищ всем транспортным средством, кроме похоронных процессий, запрещен. К сожалению, никаких исключений, касающихся инвалидов, нет. Так что, получается, сотрудники кладбища действительно действовали согласно официальному документу. Возможно, данное постановление нуждается в корректировке. И печальный пример арчанки Оксаны Янсен станет поводом его пересмотреть. Алина Валюлина, Андрей Энгей, служба информации ТРК «Евразия». В Орске детская поликлиника по улице Нефтяников закрывается на капитальный ремонт, который продлится до середины осени. Как и где будут принимать специалисты из 16 мая и куда обращаться маленьким пациентам. Итак, актуальная информация. Участковые педиатры будут принимать в поликлинике по проспекту Ленина, 103А. Здесь же будет принимать невролог. Офтальмолог будет работать в поликлинике по улице Молодежной, 5А. Здесь же психиатр. Отоларинголог будет работать на улице Короленко, 26. Тут же будет принимать кардиолог. Хирург и ортопед будут принимать в поликлинике по улице Молодежной, 5А. Стоматолог и гинеколог будут принимать в поликлинике по проспекту Ленина 103А. Тут же будет работать физиотерапевтический кабинет. Записаться на прием можно через портал пациента на сайте регистратура56.рф или по телефону регистратуры 25 34 72, а также через диспетчерский центр 22 44 03. С 11 по 14 мая переходный период. Время и место приема специалистов лучше уточнять по телефону регистратуры 25 34 72. 7 мая свой профессиональный праздник отметят сотрудники уголовно-исполнительной инспекции России. Именно они работают с теми, кто получил срок, не связанный с изоляцией от общества и тюрьмой. Здесь мы видим наглядно, что осужденный отсутствовал по месту жительства в ночной период времени с 22 до часов, о чем пришла информация на стационарный пульт мониторинга. Траектория перемещений как улика, электронный браслет как личный инспектор. Кому-то условное осуждение покажется в разы мягче реального тюремного срока. Лишь сами осужденные подтвердят, здесь и ответственность выше, но и шансов на исправление больше. Приговором суда на вас возложены определенные обязанности. То есть в данном случае не менять постоянное место жительства без задавления инспекции, являться на регистрацию. Не менять место жительства, регулярно являться на регистрацию, в сводках правонарушений не появляться. Список требований небольшой, но жесткий. Условное наказание как альтернатива реальному тюремному сроку перешагнуло вековой возраст. И сегодня это четыре вида мер. Лишение права занимать определенные должности, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы с применением электронных браслет. Цель каждого – не смягчить участь осужденного, а дать ему еще один шанс на исправление. Здравствуйте, Светлана Петровна. Мы с уголовной исполнительной инспекцией с целью проверки и осуществления содержания условий ребенка вашего. Всего по области сейчас на учете в уголовной исполнительной инспекции около 15 тысяч осужденных. 150 из них – несовершеннолетние. Особая категория среди них – мамы, на руках которых дети до 14 лет. Оренбоженка Светлана воспитывает ребенка одна, родных нет, супруг в тюрьме. Учитывая не тяжкий характер ее статьи, суд решил не разлучать ее с сыном. Я проверю колонию. Этапировать женщину в колонию значит определить ребенка в детский дом. По опыту нередко такие случаи, как говорят сами инспекторы, приводят лишь к тому, что у мамы увеличивается риск рецидивов в будущем. А у самого ребенка удваиваются шансы встретить дурную компанию и нарушить закон. В итоге – повторить путь родителей и оказаться за колючей проволокой. Условное наказание в этом случае – шанс исправить собственную ошибку, не разрушая семью и будущее ребенка. Вот если бы посмотреть назад и пересмотреть, как-то по-другому можно? Безусловно, конечно, да. Как это влияет на воспитание вашего собственного ребенка? Безусловно, конечно, там разговариваем о том, что можно, что нельзя, стараясь, чтобы воспитать достойного мужчину. Такое желание – двойной стимул и закон больше не переступать. И работу найти, и пересмотреть все свои прошлые взгляды на жизнь. Приходящие к нам характеристики говорят о том, что малыш очень умный, он хорошо развит, он хорошо общается с детьми. И вижу, что это все исходит из семьи, в первую очередь от вас. Но главное для всех категорий осужденных условный срок для большинства из них становится наказанием за первое и последнее правонарушение в жизни. Это дает возможность, тем не менее, ей не находиться в местах лишения свободы. Наказание в этот период отсрочено до исполнения ребенком 14-летнего возраста. То есть в этот период времени она ему может дать всю свою любовь, она может исправиться сама. В Медногорске прошел всероссийский турнир по настольному теннису «Металлург» среди юношей и девушек до 13 лет. В соревнованиях приняли участие 147 юных спортсменов из Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской области. Гайский городской округ представляли воспитанники спортивной школы «Рекорд». Соревнования проводились в одиночном и парном разрядах. По итогам турнира в парном разряде гайчане Егор Логинов и Никита Калошкин вошли в число призеров, заняв второе место. Кроме этого, теннисист Егор Логинов в личном разряде завоевал серебро. Егор Логинов занимается настольным теннисом более шести лет. В его личной копилке немало наград и успешных выступлений на соревнованиях различных уровней. Одни из любимых – те, что традиционно проводятся в Медногорске. Как и любой ребенок, Егор особенно рад приятным подаркам. Мне вручили наушники, книгу у ГНК и часы. Успешному выступлению гайских ребят предшествуют тяжелые тренировки. Теннисисты занимаются шесть раз в неделю. На базе «Фока-Горняк» с ними работают сразу четыре опытных тренера. Елена Медянцева, Юлия Григорова, Вероника и Ярослав Чуевы. На выступлении в Медногорске спортсменов из ГАЭС сопровождал Ярослав Александрович. Он отметил высокий уровень организации спортивного мероприятия. Сама организация, открытие турнира, закрытие, подарки. Всем понравилось, дети в восторге, тренеры довольны. Редакция «Гай.РФ» поздравляет спортсменов и тренеров спортивной школы «Рекорд» с успешным выступлением на соревнованиях высокого уровня. Желаем вам новых ярких побед. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации и телерадиокомпании «Евразия». Ворске с 11 по 13 мая на улице Кутузова в районе домов номер 18-20 будет ограничено движение автотранспорта. Ездить будет нельзя с 8 часов утра и до 17 часов. Ограничения связаны с тем, что МУП и ПТС будут проводить аварийные ремонтные работы на трубопроводе. Орское предприятие тепловых сетей приносит свои извинения за доставленные неудобства. В городском выставочном зале Орска открылась новая экспозиция «Калейдоскоп». Весна и приближающийся праздник День Победы стали леет мотивом выставки, где собрано 90 картин 14 художников из Орска, причем как именитых, так и начинающих творцов. Большинство картин выполнено в жанре пейзажа. Именно он передает богатство Оренбургской степи и красоту нашего края. Как рассказывают сами художники, картины на этой выставке многогранные, разнообразные и представляют множество стилей. У каждого мастера свой почерк, свой взгляд. У меня есть и натурные, и работы, которые я пишу в мастерской. И там, где я не просто передаю картинку, а вкладываю какой-то смысл, композиционное решение и свой смысл, и колорит. Весенняя выставка на протяжении многих лет является одним из любимых и посещаемых событий культурной жизни Орска. Рассказывает Галина Белова, директор Орского краеведческого музея. Всегда она разноплановая, но, как правило, она посвящена либо приближающимся праздникам, 9 мая, или весенним каким-то мотивам. Поэтому, а заглавить какой-то конкретной темой, какой-то лейтмотив этой выставки невозможно. Просто я хотела бы сказать, что, так как у нас грядет такой замечательный праздник, как 9 мая, здесь присутствует такой элемент светлой печали, такой легкой грусти какой-то, навевающий наши мысли на переосмысление каких-то жизненных ценностей. Выставка проходит в здании администрации Октябрьского и Ленинского районов, проспект Ленина, 76А. Посетить ее можно до 4 июня. В ГАИ воспитанники спортивной школы «Рекорд» провели товарищеский матч по хоккею с шайбой, посвященный 9 мая. Соперниками юных хоккеистов стали их отцы и старшие братья. С первых минут взрослые любители хоккея задали высокий темп игры, а дети изо всех сил старались не уступать им в скорости и мастерстве. С хорошим спортивным азартом матч продолжался до финального свистка, и если вначале ребята проигрывали, то к финалу встречи сумели сравняться и выйти вперед. Но самым важным, пожалуй, в прошедшей встрече стал не итоговый счет и даже не физическая польза от спортивного мероприятия, а те положительные эмоции, которыми обменялись взрослые дети в преддверии Великого праздника. 16 мая с 11 до 12.30 прокурор Оренбургской области Руслан Медведев проведет личный прием граждан в Гае. Предварительная запись на прием осуществляется до 18 часов 13 мая по телефону 42035 42037 в Гае. Подрядчик, который занимается проектом благоустройства территории бывшего кинотеатра «Экран» в Новотроцке, предложил сделать в городе новый арт-объект. Дело в том, что после сноса кинотеатра трубу котельной на улице Железнодорожная хорошо видно с площади. Проектировщики предложили провести конкурс с привлечением молодых художников, которые смогут предложить неординарные решения по маскировке трубы. Предложения, кстати, уже есть, и они весьма интересные. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые арчане, примите искренние поздравления с Великим Праздником, Днем Победы. 9 мая – особенный день, День Доблестной Победы. Вам, уважаемые ветераны, бесконечная благодарность, которую невозможно выразить словами. Проходят годы, сменяются поколения, но Великая Победа навечно останется в истории. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Этот день для всех нас был и будет самым торжественным и значимым. От всей души желаю ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья, заботы родных и любви, а всем горожанам счастья и благополучия. С праздником! С Днем Победы! Уважаемые арчане и гости города, дорогие ветераны, поздравляю вас поистине великим праздником, Днем Победы, советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Победа над черной чумой дала человечеству возможность вдохнуть, свободно и в полной мере осознать, что советская страна самая героическая, самая храбрая, самая умная и самая смелая держава в мире. Трудным был путь наших отцов и дедов. Они верили в победу с первого до последнего дня войны, на руинах Брестской крепости, в осажденном Севастополе, в снегах Подмосковья, в степях под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге. Они были тверды в своем стремлении разгромить врага. Советские люди приближали победу на каждом рубеже, на фронте и в тылу. Они выстояли и победили благодаря мужеству и героизму многонационального советского народа, благодаря самоотверженности коммунистической партии. Наша победа и сегодня дает спокойно спать тем, кто снова претендует на мировое господство. А потому святая обязанность каждого из нас – защитить память о Великой Отечественной войне. 9 мая стало символом величайства мужества, стойкости духа, самопожертвования жителей СССР, ярким воплощением военных традиций, трудовой доблести народа. Свой достойный вклад внесли и жители города Орска, которые уходили на фронт или трудились на заводах и в тылу, создавая оружие, обеспечивая армию необходимым снаряжением и продовольствием. Наш долг сегодня – бережно хранить каждую крупицу о правде о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и святочить память погибших. День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души людей, всех возрастов гордостью за Россию, верой в силы нашего многостального народа. С 70-летием Великой Победы вас, дорогие товарищи! Красное знамя свершений и победа навсегда с нами! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! От всей души желаю вам успехов, здоровья, счастья, благополучия и добра! Ну а всем арчанам хорошего настроения в этот Великий День! Партнер программы «Десцентр Гарант» Телефон Ворске – 32-20-12 Телефон Ворске – 32-20-12 Телефон Ворске – 32-20-12